МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфир информационная программа «12. Новости Республики» на телеканале «Регион-12». Напоминаю, интернет-версия нашей программы вы можете найти на сайте tvregion12.ru в студии Дарья Разинова. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Текущее социально-экономическое положение МРИЭЛ и планы на ближайшее время обсуждались на прошедшем в Ешкарале заседании правительства республики. На совещании также была обсуждена тема изменения цен на продукты питания. Леонид Маркелов обратил внимание членов правительства на необходимый своевременного контроля цен, а также на расширение возможностей местных сельскохозяйственных производителей по реализации своей продукции. Временно исполняющий обязанности главы МРИЭЛ призвал ответственных лиц держать цены на продукты, особенно это касается цен на молоко, хлеб, соль, сахарный песок, гречневую крупу и не допускать их повышения. Минфину Республики дано поручение увеличить объемы финансирования по программам компенсации процентных ставок, направленных на строительство социально важных объектов. Еще один вопрос, рассмотренный участниками совещания – ипотечное кредитование. Леонид Маркелов обозначил необходимость определения банков-операторов, готовых участвовать в увеличении объемов ипотечного кредитования и стимулировании жилищного строительства в регионе. Актуальность темы временно исполняющей обязанности главы МРИЭЛ отметил тем, что в МРИЭЛ за последние годы устойчиво росли объемы жилищного строительства, но для того, чтобы спрос на жилье не падал, нужны новые механизмы, направленные на стимулирование покупки жилья. В результате жители республики должны получить более доступные условия по ипотечному кредитованию. Вместе с этим поддержку получат и строительные компании, участвующие в застройке, отметил Маркелов. Им интересно учиться, решать сложные задачи, доказывать, анализировать и писать настоящие научные работы. В Ишкороле продолжается региональный этап Всероссийской Олимпиады школьников. По традиции свои знания демонстрируют ученики со всех уголков МРИЭЛ. Региональный этап Олимпиады открыли знатоки французского языка, астрономии и географии. Затем настала очередь юных физиков. 58 умников сразились в интеллектуальной борьбе, которая длилась 5 часов. Подробности в нашем материале. В этих аудиториях собрались самые светлые головы МРИЭЛ. Теоретический этап по физике позади, теперь олимпиадники – это своего рода ученые-экспериментаторы, работающие на лабораторном оборудовании. Александр Парий – постоянный участник Олимпиад по физике. Осознанно поступив в профильный класс родного лицея номер 11, он и в дальнейшем надеется связать свою профессию с точными науками. Свой выбор объясняют просто. Физика – это наша жизнь. Практически все вокруг подчиняется ее законам. Физика, да, действительно нравится, но это не единственный мой лидирующий предмет. Еще я очень люблю математику. Технические направленности, на самом деле, сейчас – это перспективное направление для развития. Практический тур по физике, как говорят сами его участники, – это работа и головой, и руками. Для решения олимпиадных задач просто школьных знаний недостаточно. Тут в помощь и логика, и смекалка. Для решения задач участникам Олимпиады доверили даже электрические приборы. К примеру, с помощью мультиметра ребята исследуют сопротивление. Однако есть в олимпиадных задачах и место для творчества. Оригинальность подхода к проблеме будет оцениваться отдельно, говорят эксперты. В 11 классе там надо исследовать задачу скорости теплоотвода воды. То есть горячая вода с секундомером, термометром. Они должны исследовать, с какой скоростью тепло будет уходить из стакана. В 8 класс там механика. Колебания надо будет померить. На смекалку процентов на 80 задача и процентов на 20 это на умение. Хотя с умением-то, наверное, самые большие проблемы. Сначала теория, затем практика. Олимпиада по физике проходит по стандартной схеме. Лучшие по итогам представят нашу республику на всероссийском уровне. Учащиеся признаются, на подобных олимпиадах даже самые верные друзья по школе становятся конкурентами. Уж очень высока цена победы. Призовое место на всероссийском этапе приравнивается к максимальному баллу по ЕГЭ. Тем не менее, каковы бы ни были результаты этого года, само участие в Олимпиаде значительно расширяет область школьных знаний. Эти ребята уже точно знают. Их факультет физико-технический и их будущее наука. Новые факты истории Царевакакшайска представили на днях местные историки. Все открытия собраны в научном сборнике «Археологическое изучение Ишкаралы Царевакакшайска». Книга, которая будет интересна ишкаролинцам, любителям истории, результат коллективной семилетней работы. За это время археологам удалось поработать на территории строительства всех современных новостроек в центре Ишкаралы. Так, к примеру, археологические раскопки территории современного царевакакшайского Кремля помогли не только определить точные границы древнего острога, но и узнать, что в XVIII веке царевакакшайцы пользовались услугами аптек и почты, запирали жилища замками. Последние самые масштабные раскопки были летом 2014 года. Археологи работали на территории ныне возводимой входа Иерусалимской церкви. Тогда одной из самых значимых находок стала стена от Богородицы Сергиева Женского Черемисского монастыря. Как оказалось, на его территории в середине XVIII века и располагался храм, черты которого максимально точно сегодня воспроизводят строители. Мы раскопали где-то более 6000 квадратных метров. Это для такого города очень большой объем. Мы постоянно, но это же научные раскопки, и мы стремимся их опубликовать и дать какие-то данные по и горожанам, и ученым. Вот это мы и делаем. Вот эта книга, хотя мы опубликовали и статьи до этого, но эта книга как бы предварительный анализ того, что мы раскопали. Потому что материал огромен. Мы хотели сначала весь материал пустить, но потом подумали, и вот два некрополя Ишкаролинских, которые мы раскопали, мы их просто не можем пустить в эту книгу. Это отдельная работа, там полторы тысячи погребений, это очень много. Мы будем дальше работать. Отмечу, что книга состоит из семи аналитических глав. Каждая сопровождается не только текстом, но и фотодокументами. Тираж издания небольшой, всего 500 экземпляров. Правда, есть и электронный вариант. В ближайшие дни книга «Археологическое изучение Ишкары Целева-Кокшайска» поступит в библиотеке республики. Об особенностях марийской вышивки на всю Россию. Династия мастеров Степановых удостоена звания лауреата Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» и почетного знака «Отличник качества». Возрождением и развитием марийской вышивки в МРИЭЛ и Рейде Степаново занялась одной из первых в республике более 10 лет назад. Вышивает она и по сей день вручную. Платки, платья, рубахи, скатерти, салфетки, а кроме этого шимакш, сорокуша, выр и все остальные части марийского национального костюма. Она владеет самыми разными техниками вышивки. При этом самая популярная, говорит мастерица, счетная гладь. Два года назад вышивкой увлекся и ее сын Александр, приобретя для этого специальную машину. Беру, допустим, орнамент, на миллиметровке сперва его выкладывают, я потом его сюда в программу ввожу и вышиваю. Орнаменты также и русские делаем. Вот заказ был, русскую косоворотку нужно было вышить, вот тоже сделал. И марийские. Возможности вышивальной машины безграничны. К примеру, за полтора часа она может вышить более 50 тысяч стежков. Причем абсолютно на разных изделиях, будь это одежда, головные уборы или обувь. Отмечу, что в ближайшее время с работами семьи Степановых смогут познакомиться многие жители страны. В настоящее время готовится каталог 100 лучших товаров России, где можно будет не только узнать, что такое марийская вышивка, но и увидеть ее воочию. Ну а для потребителей этот каталог своего рода справочник самых качественных товаров и услуг. Для спортсменов этап серьезных соревнований. Для зрителей – настоящее и уже полюбившееся шоу. В Ишкарале выходные состоялись чемпионат и первенство России по синхронному катанию на коньках. Главные итоги – питерский парадист подтвердил свой статус, вновь став лучшим в стране. В Ужской аряда остановилась в шаге от призового подиума по программе первого спортивного разряда. Ишкаралинская Сайлан неплохо дебютировала среди кандидатов в мастера спорта. Заполненные трибуны ледового дворца «Амарел», громкая музыка, на льду спортсмены в ярких красивых костюмах. Традиционно спортивный календарный год в республике начинается с чемпионата и первенства России по синхронному катанию на коньках. Вот уже в шестой год подряд Ишкарала на пару дней становится всероссийским центром фигурного катания. И традиционно на соревнованиях такого уровня не обходится и без наших команд, притом сразу в двух количествах. Республику представляет Волжская аряда и ешкаралинская Сайлан. Девушки из столицы Морел сменили названия. Любители фигурного катания помнят их по названию Эллада. Кроме того, с дынешнего спортивного сезона наши спортсменки выступают среди кандидатов в мастера спорта. Волжанки, как и прежде, выступают по программе первого спортивного разряда. Ну, Сайлан – это только организовалась команда юниоров, поэтому она молодая, ей еще много придется сделать на своем пути. Скажем так, это начинающая команда юниорская. Но она достойно выступила, в общем-то, скажем так, на своем уровне. А аряда совершенно замечательная командочка, очень симпатичная, очень технически грамотная, с замечательной программой. Всем очень понравилось и зрителям, и судьям, и они заняли достойное место. Что касается выступления спортсмена Кизмарел, то аряда, остановившись в шаге от подиума, показала максимальный для себя результат. Сайлан, по понятным причинам, выступила гораздо скромнее, заняв 11 место из 12 возможных. Ну, а это выступление сильнейшей стране питерской команды «Парадис». На момент проведения не то, что действующие, а 16-кратные чемпионы страны. Поэтому интриги в этой части чемпионата как не было, так и нет. Коллектив из Санкт-Петербурга вновь чемпион. Девчонки так и говорят, что ехали в Ишкар-Лу с одним только настроем. С боевым, конечно, побеждать, снова занять первое место и показать зрителям, как мы можем кататься, и что мы снова лучшая команда в России. Будем надеяться, что в мире будем тоже лучшей командой. Я уже лично приезжаю сюда шестой раз, в принципе, посмотрела город, уже везде выучила. Все здесь очень добрые люди, приятная публика, лед, лед хороший, удачный для нас. Год подготовки и чуть больше суток непосредственно соревнований. Начавшись накануне в три часа, на следующий день все было завершено. Ешкар-Луа в очередной раз доказала и показала, что проведение стартов столь высокого уровня нам по плечу. И вполне возможно, что через год ешкар-Луинский лед вновь станет счастливым для питерского парадиза. Или, если случится сюрприз, для какой-то другой команды. Сегодня действительно мы сделали все, чтобы им было удобно участвовать в соревнованиях. И раздевалки, и питание, и проживание, и хорошая подготовка льда, и хорошее судейство. Все было на самом высоком уровне. Никто не обижен, и никто не может сказать, что деду кого-то в судействе прижали, и все. Нет. Было очень объективное, принципиально здесь федерация ведет себя, чтобы было самое объективное судейство. Чтобы команды, значит, выступали достойно, и чтобы победитель, именно достойный был чемпион России, который будет уже защищать страну, значит, на международных, на чемпионате мира. Завершились старты красочной церемонии награждения, после которой команды не торопились уехать со льда. Таким образом пытаясь продлить большой спортивный праздник. В стороне не остались и наши девчонки, обещав через год выступить еще лучше. Погода установила очередной рекорд. Аномально высокие для зимы температуры были зафиксированы в МРИЛ 14 и 16 января, когда столбик термометра поднимался днем до плюс 2 градусов. Это примерно на 12-14 градусов выше климатической нормы. Между тем, уже на днях зима войдет в нормальное русло. Сейчас над северо-восточной Атлантикой формируется гренландский атициклон, который обусловит сильные морозы на европейской территории России. На смену аномальной теплой погоды, наблюдавшейся всю прошедшую неделю, приходит похолодание. В ближайшие сутки с прохождением холодного атмосферного фронта температура понизится в ночное время до 6-11 градусов мороза, а в течение дня до 9-14. В последующие два дня, это среда-четверг, ожидается рост атмосферного давления, пройдет небольшой снег. При северо-восточном ветре в течение суток 12-17 градусов мороза. А в пятницу и выходные дни будет холодно. Под влиянием антициклона ожидается без осадков. При ясной погоде в ночное время выхолаживание составит 18-23 градуса мороза, местами до 25-27. А днем будет в пределах 13-18 градусов мороза. На дорогах местами сохранится гололедица. Итак, готовимся к резкому похолоданию. Предполагается, что морозная погода в нашем регионе сохранится до конца января. В Мариел более 5000 человек, и это только официальные данные МЧС, приняли участие в крещенских купаниях. Напомню, нынче в республике для этого было оборудовано 32 официальных места, не считая святых источников. В Мишкороле основным местом проведения крещенских купаний, как всегда, стал участок реки в районе стадиона «Динамо». Это неподалеку от Патриаршей площади. Три раза в воду с головой и молитвой. Среди множества традиций, связанных с праздником Крещения Господня, купание в проруби нередко называют смелым поступком. Особенно, если вы решились на это впервые. Для новичков не иначе, как испытания для организма, даже если температура воздуха всего около нуля. На Малой Кокшаге дежурят сразу две бригады скорой помощи. Глаз да глаз в этот день и за моржами. В Вишкоролей как минимум 25 человек. Среди них Галина Поликарпова. Дорожку к проруби она впервые протоптала 13 лет назад. С тех пор пенсионерка купается здесь каждое зимнее утро. Растутными болезнями мы не болеем. Для вас это залог здоровья такой? Да, это мы считаем, что залог здоровья. У нас что в крещении, что в будний день. А в крещении тем более уж сам Бог велел, чтобы искупаться, окунуться. Максимальный поток уже традиционно в саму крещенскую ночь. С 12 до 3 ночи только в этой проруби окунулись более 2800 человек. На дежурство задействовали более 20 специалистов из Шкаролинской службы спасения, сотрудников ГИМС и студентов-спасателей. В МЧС говорят, крещенские купания в Мрел проходят без происшествий. Купальня оборудована по всем требованиям. Дно очищено, сделаны мостки. Значит, в ночь и сейчас, как видно, дежурит скорая помощь сотрудники МВД. ПЕСНЯ В течение года церковь неоднократно совершает малое водоосвящение. В праздник крещения оно называется Великим. По церковному уставу праздник продолжается неделю. В течение этих дней можно приходить и брать в храмах святую воду. Всю неделю продолжаются и омовения в Иордане, не сломя голову, а вновь с головой и молитвой. Праздник крещения Господня называется также Богоявлением, потому что при крещении Господа Иисуса Христа миру явилась Пресвятая Троица. С небес голос Бога Отца свидетельствовал «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Сын крестился в водах Иордана, и Дух Святой сошел от Отца на Сына в виде голубя. До крещения Господь не являл Себя миру. Именно после крещения Христос начинает свое земное служение, которое продлится три года, вплоть до его распятия и чудесного воскрешения. Преподобный Иоанн Дамаскин говорил, что Господь крестился не потому, что сам имел нужду в очищении, но чтобы подать нам образ и пример крещения. Поэтому каждый из живущих на земле не может получить спасение от Христа, не крестившись по его примеру. Воды Иордана в этот день, как было при крещении Христа, меняют свое течение на противоположное и неожиданно текут вспять, как бы показывая происходящую перемену в природе. Это одно из ежегодно повторяющихся православных чудес. Есть септики, которые говорят, что это может какое-то природное явление, и можно его объяснить материалистически. Но это, мне кажется, могут так говорить люди, которым не приходилось жить здесь, и наблюдать за рекой Иордана, особенно в том месте, где крестился Господь. И это происходит только в момент, когда свершается вода на Иордане, река будет в связи. Действительно, я наблюдала маленькие волны, которые тут-тут же образовались, но это длилось очень недолго. Тысячи паломников окунаются в Иордане на Святой Земле в праздник Богоявления, получая тем самым благодать от Бога. Мы же, жители средней полосы, получаем благодать, окунаясь в освященных Иорданях, прорубях. Надо сказать, что само купание в Иордании, проруби или источники в крещении – благочестивая народная традиция и не является обязательным условием встречи праздника. Обязательным для православных является посещение праздничной службы в церкви. Ежегодно прихожане Вознесенского собора, а в этом году и еще двух храмов – Троицкого и Воскресенского – идут крестным ходом до Кокшаги к заранее вырубленной Иордании и участвуют в чине освящения воды. ПЕСНЯ 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 Есть еще одно распространенное заблуждение среди верующих. Купание в крещении якобы смывает все грехи. А многие стремятся в этот день погрузиться в Иордане, в реку, омыться. Это погружение не освобождает нас от грехов. Только таинство крещения одно, которое совершается раз в жизни человеческой, освобождает нас от грехов. После таинства крещения от грехов освобождает нас только таинство покаяния. Когда мы должны прийти к священнику, исповедовать свои грехи, дать обещание, что больше не будешь творить эти грехи. Священник как свидетель разрешает его именем Божьим, как от самого Господа, от грехов, которые он исповедовал. После праздничной службы православные набирают крещенскую воду. Крещенская вода является великой святыней, которую благоговейно хранят дома в течение года. На протяжении года и более вода не портится, свежа, чиста и приятна. И это чудо благодати Божией, в которой может убедиться каждый. Крещенская святая вода обладает огромной целительной силой при болезни. Но действие ее зависит от веры человека. Святую воду употребляют в небольшом количестве утром строго натощак с молитвой во имя Отца и Сына и Святаго Духа для освящения души и тела. Крещенская вода отгоняет нечистых духов, и поэтому ей окропляют жилище, вещи и пищу с той же молитвой. Крещенскую воду можно будет набрать в храмах всю предстоящую неделю. Храни вас Бог! Субтитры подогнал «Симон» Его жизненный путь был вполне обычным, но в то же время совсем нелегким. В Мариел 70 лет никто не знал о первом святом Марийского края. Мы снова переходим на личности и в этот раз говорим о деятеле церкви, который четвертым по счету в республике был причислен к лику святых – епископе Леониде. Епископ Леонид в миру Лаврентий Евтихевич Антощенко родился в 1872 году в Днепропетровской области в семье крестьян. В 1888 году в возрасте 16 лет принял монашеский постриг. С 1908 года – начальник подворья пекинской миссии в Петербурге. В 1911 году – строитель храма миссии в Петербурге. Мы находимся в архиве комиссии по канонизации святых. Сюда посторонним вход запрещен. Для нашей съемочной группы сделали исключение. Здесь находятся дела служителей церкви, документы, книги, фотографии. В епархиальном архиве хранятся документы последнего следственного дела епископа Леонида. Но пока они не могут быть опубликованы. Нам показали лишь анкету владыки. У епископа Леонида была, оказывается, достаточно обычная биография. Его жизнеописание составлено, но в нем только факты. Был послушником Троица Сергиевой Лавры, принял сан в Московском чудовом монастыре. Потом служил в Петербурге, жизнь изменилась с приходом революции. В 1927 году он был рукоположен в епископы. И тогда же у него было первое заключение. Сначала епископа Леонида сослали в вятские лагеря, где он строил железную дорогу. А находясь в Пенюкских лагерях, когда Леонида был в заключении, там строилось земляное полотно для железной дороги, где рабочие, заключенные, все это делали урками, тачками, лопатами. Даже если была эта зима, они все это делали в легких одеждах. Им не давали теплой одежды, телогрейки. Находясь в этих лагерях, Луика также окромлял паству, причащал святыми дарами, которые привозились ему из Москвы, присылались. Даже был такой момент, что он совершил постриг в монашеский лагере. За этой ссылкой была еще череда заключений, забравших здоровье, но не сломавших веру. Последним местом его служения стала Марийская кафедра, куда он прибыл в Грозном в 1937 году. Управляя Марийской епархией, он призывал верующих не ходить в обновленческие храмы. Обновленческие храмы – это раскольническое движение в русском христианстве с 1917 по 1946 годы. Цель – обновление церкви, демократизация управления и модернизация богослужения. Обновленчество поддерживало новый режим и проводимые им преобразования. На Марийской земле епископ Леонид поселился сначала в Ешкар-Оле, затем здесь, в шести километрах от города, при церкви Рождества Пресвятой Богородицы в селе Семеновка. Именно она в 30-х годах стала оплотом православия. Сюда стекались верующие со всей округи. В 1936 году, когда Владыка Леонид отправился на свою последнюю епархию, это в Марийскую республику, находясь уже в вагоне, Владыка благословил народ, свою паству, и пророчески указал себя пальцем в грудь и в землю, тем самым показывая то, что он в ближайшем будущем отойдет ко Господу. В декабре 1937 года Владыка Леонид был арестован по водозрению в контрреволюционной деятельности создания церковно-фашистских организаций. На время следствия Владыка был помещен в Ешкар-Олинскую тюрьму. Сейчас на этом месте находится следственный изолятор номер один. Разбирательство было недолгим после двух допросов. На Рождество 1938 года он был расстрелян. На территории Ешкар-Олинского следственного изолятора с 2011 года строят храм в честь святого Леонида епископа Марийского. Старительная бригада, а это более десяти осужденных, работала здесь ежедневно. Они сами заливали фундамент, из бревен собирали стены, проводили электричество и возводили купола. Общая площадь деревянного храма – 28 квадратных метров. По соседству стоит и вовсе историческое здание. В 1912 году наличные средства купца Булыгина над этим тюремным корпусом был возведен храм великомученицы Варвары. Историки предполагают, что епископ Леонид здесь был неоднократно. В 1989 году епископ Леонид реабилитирован посмертно, а в 2002 причислен к лику новомучеников. В 2008 в центре Ишкар-Олы его имя увековечили в бронзе. О, священному ченику Леониду, епископу Марийскому, оболимся! Епископ Леонид изображен стоящим. В одной руке он держит посох, в другой – икону Богоматери Троиручицы, считающейся покровительницей всей Марийской земли. Ее образ не первый на этой площади. Ослик в городских часах тоже везет на своей спине икону с ликом Царицы Небесной. Автор памятника – епископу Леониду народный художник России Андрей Ковальчук. Во многих городах Европы и России есть свои небесные покровители. И это хорошо, что по решению Русской Православной Церкви епископ Леонид, который погиб на земле Марийской за веру, причислен к лику святых и признан небесным покровителем города Ишкар-Олы. Возрождается духовность, без которой нет будущего нашей страны. История запомнила епископа Марийской земли как человека удивительной доброты и несгибаемого проповедника христианских истин. Памятник епископу Леониду был установлен в самом центре Ишкар-Олы. Именно там и старался он быть всю свою жизнь, в самой гуще событий. Субтитры создавал DimaTorzok Патриаршая площадь. Место встреч, место больших событий, место притяжения туристов и просто очень красивое место. Именно здесь, в самом сердце нашего города, находится телерадиохолдинг. Отсюда вещает телеканал «Регион-12». Восемь лет мы растем и развиваемся, а вместе с нами процветает бизнес наших партнеров. Десятки фирм и предприятий, вовремя оценив возможности рекламы на телевидении, уже увеличили свой доход, привлекли новых клиентов и создали свой уникальный образ в сознании телезрителей. У нас есть много способов рассказать о вашем бизнесе. Информационный сюжет в выпуске новостей или целая тематическая программа. А может быть информационная поддержка местных радиостанций, вещающих 24 часа в сутки. Возможности холдинга ТВ и радио на Патриарше не ограничены. Спорт и красота всегда идут рука об руку. Хотите выглядеть так же? В рубрике «Империя спорта. Византийский урок» мы не только рассказываем, но и показываем, как привести себя в форму. Тренировку мы всегда начинаем с легких весов, в качестве разненьки, чтобы не повредить мышцы, не растянуть их. Постепенно мы увеличиваем вес. Упражнения делаются в 4-5 подходов от 20 раз. Каждый выход рубрики – это небольшой очерк о людях, которые уже добились успеха и на спортивной арене, и в качестве фитнес-инструкторов. Приятный бонус – каждый из них готов поделиться профессиональными секретами. Для нас рубрика «Империя спорта. Византийский урок» – это возможность рассказать о наших проектах, о наших мероприятиях проводимых в фитнес-центрах, а также непосредственно рассказать про каждого тренера, которые у нас принимают участие во всех проводящихся соревнованиях и имеют за плечами огромный опыт выступлений, а также у многих большое количество занятых призовых мест. После выхода рубрики наши клиенты сделали для себя выбор насчет тренеров, с которыми они хотят заниматься. Цель нашей работы – как можно больше приобщить людей к здоровому образу жизни. Лучше всего об учителе расскажут успехи учеников. Также и с тренерами. Потерянные килограммы и приобретенный рельеф тела клиентов тренажерного зала – самая главная похвала любому фитнес-инструктору. Были такие вдохновляющие истории, когда человек просто приходил в спортзал, чтобы заняться собой, подтянуть фигуру, но в итоге он настолько увлекался этим, что добивался таких впечатляющих результатов, что сам становился выступающим спортсменом. И сейчас он ездит на соревнования и, более того, не просто выступает на соревнованиях, но и приносит оттуда призовые медали в нашу республику. Конечно, это всегда очень интересно. И, наверное, это рубрика о том, что все возможно, все реально, стоит только захотеть. Теперь телеканал «Регион-12» стал еще ближе и доступнее. Программу «12 новостей республики» можно смотреть не только на телеэкране, но и на мобильных устройствах. Причем в любое удобное время. Достаточно иметь выход в глобальную сеть. АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»